В Нарьинмаре подвели итоги регионального этапа конкурса сочинений без срока давности, посвященного 75-летию Победы. В конкурсе приняли участие 76 учащихся с 5 по 11 класса из 14 школ округа. Кто победил и представит регион на всероссийском уровне, расскажет Александра Литкова. В конкурсных сочинениях школьникам предлагалось раскрыть один из вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Биография ее участников, тружеников тыла, созданием мемориалов и памятников. Тему сочинения участник выбирает самостоятельно. Девятигласница Алина Маряшина в своей работе решила рассказать о творчестве писателей и поэтов-фронтовиков. Я хотела рассказать о том, какие были поэты, что они писали в своих произведениях, стихотворениях, какие были проблемы в каком-то произведении и все. И немного об их жизни. Конкурс проводится в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Из 76 работ комиссии предстояло выбрать лучшую. В комиссию вошло почти от всех образовательных организаций по одному представителю. Комиссия осмотрела, читала эти все сочинения, разные жанры там были, рассказ там, экскурсии заочные и так далее. Все читали, баллы ставили. По баллам, у кого больше баллов, тот и вышел в победителей, в призеры. Больше всех баллов набрала работа пятиклассницы школы-поселка-искателей Людмилы Кожиной. Награждается Кожина Людмила Александровна. Люда признается, ничего сложного в написании сочинения не было. Нужно просто интересоваться и хорошо знать историю своей семьи. Мне захотелось поделиться историей своего прадедушки, который прошел всю войну и дошел до Берлина пешком. Мне очень понравилось про него писать, я узнала больше о нем. Мама показывала мне фотографии, мы вместе с ней сочиняли, как писать, написали даже диалог с ней. Второй стала восьмиклассница из поселка Каратайка Лана Валей. Третья заняла ученица пятого класса школы села Коткино Елена Мецо. Все участники получили сертификаты и памятные подарки. Лучшее конкурсное сочинение и сопроводительные документы победителя переданы на федеральный этап, результаты которого подведут 28 февраля. По итогам будут выбраны восемь победителей. Именно они смогут принять участие в параде победы 9 мая в Москве на Красной площади.